Смаёшь полностью со своим... Мне нужна минуточка. Всем приветики, ребята! Добро пожаловать на мой канал Джамкин Донатс. И с вами я, ваша Джама. Спустя почти два года, с тех пор, как я сняла мое последнее видео, каждый раз, когда я пыталась снять это видео, то у меня, не знаю, просто universe, вселенная, никак не позволяла мне выставить видео. Виде, короче, было ужасным. Я вам расскажу, почему было ужасным. Я объясню потом, почему я не хотела снимать и выставлять ничего. В общем, я хочу вам дать лайф-апдейт, что со мной случилось за последние два года, чем я занималась, что происходило, что мне мешало выставлять что-то на Ютубе. В общем, всё-всё. И хорошее, и плохое, и всё вместе, что со мной произошло за эти прекрасные два года. Я так рада, вы не представляете рассказывать это сейчас уже, улыбаясь. Потому что, когда я пыталась это снять буквально год назад, я не могла без слёз это рассказать. Поэтому я я очень сейчас горжусь собой. Я очень горжусь собой, то, что я вам сейчас рассказываю, больше как улыбаясь, уже с поднятой головой и с лёгкой душой. И для меня это очень важно, чтобы все уважали мою личную жизнь, можно сказать. И чтобы никто ничего не говорил. И, мне кажется, надеюсь, многие поймут. Вот. Год, когда мне было плохо. Посмотрим сейчас вот это видео. Мне кажется, если вы следите на инстаграме меня, Джампкин Донатс, вы видели это видео. Вот это видео, мне кажется, это начало того, то, что у меня происходило. Кто-то по этому видео уже понял, что со мной происходит, кто-то уже подозревал, что это происходит, со мной что-то неладное. В эти времена как раз это было, когда мне было очень сильно душевно плохо. Я не знала, куда себя деть. Вы не представляете, какой я была по-английски miserable. Не могла найти себе место, где я нормально подышать. Даже когда я всё вспоминаю, даже у меня бывает иногда flashback. Я прям держится прямо на сердце и прям как по-каргусу. в английский говорится «бугулуп». Хотелось плакать. Бугулуп как бы душила меня внутри очень сильно. И в тот год мы с мужем решили разойтись. Почему, как, что случилось, конечно, я не буду рассказывать здесь, потому что вы должны это, мне кажется, понять. У меня не только вы смотрите, ребята, меня смотрят ещё мои родственники. как говорится, нехорошие люди тоже, которые из этого сделают такой большой базар. И поэтому не хочу об этом говорить, мне кажется, это слишком личное. И в тот момент мне казалось, что вся жизнь моя рухнула прямо на моих глазах. Мне казалось, что вся жизнь уже конец моей жизни. Знаете, когда ты выходишь замуж, многие знают, кто уже замужем, или кто может уже развелись. Вы прекрасно знаете, когда ты даёшь клятву выходить замуж и жить с этим человеком до конца, до конца своей жизни. О, я же говорю, я не могу это рассказывать нормально, начинаю плакать. В общем, когда ты даёшь такую клятву, ты даёшь полностью со своим мне нужна минуточка. фуф, окей. Я думала, со мной всё нормально, походу, мне всё равно плохо. Всего лишь два года прошло, тоже мне. В общем, хочу сказать, что когда ты даёшь клятву выходя замуж, когда ты женишься, ты прекрасно знаешь, что ты отдаёшь полностью свою душу, любовь, всё себя в эту семью, потому что ты думаешь, что ты будешь этим человеком навсегда. Мне просто было, не знаю, я не знала, куда деться. Потому что у меня в голове другого будущего, другого версии моего будущего не было. У меня была только версия с этим человеком. У меня все мои мечты, мои желания, мои цели всегда как-то связывались с этим человеком. но так как этого человека больше нет, я I was devastated. Как это сказать по-русски? I was devastated. Я ходила на работу как зомби. На работе я даже не интересовалась ничем, на мейкап даже не смотрела, на косметику даже не смотрела. Я не знала даже с кем разговаривать, о чём разговаривать. Слава богу, у меня тогда были мои близкие подружки, которые могли меня выслушать, но такое чувство было, что я одно и то же повторяла им, одно и то же, одно и то же, типа, как так могло случиться, как так могло случиться, I can't believe it, я не могу поверить, что это происходит со мной, я не могу, я даже не знаю, где начать. И когда ты понимаешь, что ты не знаешь, что делать, потому что вот эта безысходность и безысходность беспомощность просто меня раздробила, вы бы знали. я просто была в трепезках. Мне тогда мой босс из Сифоры, тогда с Пензаколы, она мне сказала, слушай, почему бы тебе не переехать куда-то, ты не сможешь так жить, ты сама не своя, ты даже, она видела, как я работала, я работала, как зомби, у меня уже не было той джаммы, которая постоянно улыбалась, постоянно чирикалась, постоянно ходила, как вспышка, как они говорят, этой джаммы уже не было, из-за этого они сказали, хочешь, возьми отдых, хочешь, возьми это, но ты должна прийти в себя. И так проходило три месяца, действительно, я понимала, что я просто убивалась, убивала себя, я просто не могла. спустя какое-то время я уже не могла жить в этом городе, в Пенсаколе, я не могла жить в том месте, там, где все напоминало, я просто не могла жить и дышать, как говорят, с теми воспоминаниями, которые напоминало все, и я решила просто взять все вещи свои и переехать в Майами. я помню, когда мне писали, Джама, ты в Майами? А где твой муж? А где твой муж? Когда мне такие сообщения приходили, я сразу плакала, я не могла такие вещи смотреть. Вы не представляете, как мне было больно от обычных вопросов, таких, где твой муж? Или где твой муж сейчас? А что он делает? А он сейчас в Китае? Ну, конечно, мне было легче представлять, что он в Китае по работе, мне было легче даже думать, а он сейчас по работе где-то, мне было даже так легче жить иногда, просто задумывает. Потом... Так вот, тогда я потеряла себя, можно сказать. Потеряла себя, можно сказать, креативную джаму, которая всегда посвящала себя именно креативности, творении, именно косметики. Хотя я всегда старалась делать другие вещи, но так как для меня косметика, мейкап, бьюти, это мое вот это вот самое, почему-то мне было плохо, это почему-то мне все напоминало. Как бы от моего эмоционального состояния я не могла нормально творить. Поэтому я переставала снимать видео. Так вот, после всего этого я пыталась против себя, работать над собой. Я купила много книжек, я занималась именно такими вещами, как, если вы знаете, книга называется Magic Morning или же Магическое утро. Я занималась только этим. По утрам рано вставала, делала свою визуализацию, писала джурнал, джурнал, так я сказала, джурнал, писала дневник, это тоже по заданию. Читала очень много книг, я занималась медитацией. Действительно, ребят, когда происходит в твоей жизни что-то очень плохое, несмотря на что, может быть и расставание, может и развод, может, вы кого-то потеряли, это большая травма для человека. Но в то же время мы должны знать, что такие вещи происходят в жизни по большой причине. Это, можно сказать, новый шаг вперед, можно сказать, потому что ты приобретаешь новый опыт, действительно чему-то учишься и испытываешь новые такие грандиозные эмоции. хорошие, плохие, не обязательно знать, но ты проходишь через что-то большее, что-то большое, которое тебя действительно толкает вперед. Для меня этот опыт был очень полезным, несмотря, что действительно мне было плохо, действительно, когда вспоминаю, мне до сих пор чуть-чуть плохо. Но благодаря этому я начала ценить многие вещи. я начала ценить маленькие вещи, которые я раньше не принимала всерьез, можно сказать. И это подтолкнуло меня расти как личность. И за это время, пока я лечилась от этой травмы, можно сказать, я столько всего приобрела, можно сказать, что-то нового. И я прям в шоке. Например, я никогда рано не вставала по утрам. Начала вставать по утрам очень рано делать свои визуализации, медитации. Второй вот. Я медитацию раньше не делала. Я научилась делать медитацию. И я начала понимать, что такое медитация. Я теперь понимаю, когда ты видишь человека, который очень санитисован в таких вещах, я обычно начинаю понимать, я знаю, почему они так это делают, потому что что-то произошло в жизни и их подтолкнуло. Я начала так задумываться, потому что я знаю, у меня одна знакомая есть, она занимается сейчас полностью уже йогой, рейки, она делает всякие энергетические сеансы. Я помню, она меня так вдохновила, я ходила на ее эти курсы тоже. Я такая думаю, классно. Потом, когда она мне рассказала, как она к этому пришла, и она мне сказала, что, к сожалению, она потеряла свою сестру, но зато этот опыт ее подтолкнул к большим, к большим, можно сказать, подвигам. И она сейчас помогает очень многим людям именно своими курсами, своей йогой, рейки-йогой. Я так быстро рассказываю, что я не могу дышать сейчас. так, я быстро выпью кофе. А что я кофе пью, когда мне и так плохо? Не, не беспокоюсь, у меня есть вода тоже. Но знаете, я помню, 2019 год, когда начался, я думала, все, новая джамма, новая мей, и все будет отлично, но на самом деле 2019 год был такой, такой чалленджи, он был такой сложный, что... Хотя, знаете, из-за того, что я просто была травмирована, из-за того, что было просто мне плохо, казалось, все плохо. И на самом деле действительно было плохо. Я сейчас скажу вам, почему. В общем, со мной вот это случилось, получается. В общем, объясню теперь, почему why? Почему 2019 был самым ужасным годом моей жизни? Во-первых, моя семья рухнула. Один. Второе. Можно сказать, по финансам я была теперь одинока, уже мужа нету, и для меня это было очень-очень чалленджи, можно сказать, очень сложно, потому что мне нужно было с самого начала, как бы с нуля начинать все, и то, что я как бы сэкономила и сохранила себе деньги, я использовала новый большой город. Как вы знаете, город Майами это большой-большущий город, и здесь все стоит в два раза больше, чем я жила в Пенсаколе. И плюс рент, плюс машина, плюс бензин, плюс гроцерис, короче, много чего, затрат очень много. И вот, у меня уже были проблемы, то, что я одна, у меня уже были проблемы с финансами, потом, потом, случилось нечто невероятное, нечто, которое просто меня до конца добило, можно сказать, это, это случилось в этот день, смотрите, если это будет, короче, вот, это случилось в этот день, когда я потеряла волосы. Знаете, я помню, если вы знаете ретроград Меркурия, да, кто бы знал, что в эти дни нельзя стричь волосы, или же нельзя ничего делать с волосами, мне никто не говорил. И вот, выхожу я, получается, решила сделать себе, просто покрасить корни, моих волос, а тут мне полностью, полностью уничтожили волосы. И я вышла вообще такая, мои волосы просто выпали, ребят, вот отсюда, вот прямо такая стрижка была, стрижка как, я не знаю, как даже объяснить, ужасная стрижка. Вот я вам сейчас покажу фотографии, у меня были волосы коре, и мои волосы стали вот такими. я здесь фотку поставлю еще, вот такими. У меня откуда-то появилась челка, и не только челка здесь, челка по всей голове, можно сказать, вот представляете, да, у меня получается здесь коротко, там коротко, непонятно разной длины, и я, конечно, не могла полностью постричься в мальчика, это невозможно, это вообще, у меня и так голова, можно сказать, большая, со спиной стороной, да, и я более такой, как сказать, сердцевидного тела, не тела, а фейшей, как бы формы лица, как сердце, из-за этого стричься полностью я не стала. Потом я начала покупать себе hair extensions, это как заколки получается, как бы просто заколкой прикрепляешь, чтобы удлинить волосы, и как-то дать объем волосам, и потом я поняла, что в Майами так жарко, что очень тяжело постоянно ходить с такими волосами, поэтому я полностью убирала вообще в дульку, я в дульки ходила, можно сказать, почти весь год. Это один из причин, кстати говоря, почему я не снимала на ютубе, просто мне было, я себя не чувствовала, у меня и так комплексы были после всего-всего, что со мной случилось, плюс еще волосы, и вот представьте, я полностью потеряла себя, я думала, как я буду вообще чем-то делиться, вообще советовать тут, когда у меня у себя не все на месте. В общем, да, было очень действительно сложно, и мне казалось, что все вот эти неизгоды приходили прям как черная полоса, знаете, вот одно прошло и один за другим, один за другим, и я могу тоже перечислить их, да, вот, я сказала, травма, травма из этого, потом у меня еще, потом я еще в аварию попала, ребят, потом я попала в аварию, машину пришлось чинить, я без машины ходила где-то в месяц или полтора, потом у меня зубы начали болеть, я потратила все мои сбережения, деньги на зубы, потому что здесь лечить зубы так дорого, один зуб мне стоило 600 долларов, представляете, один зуб, 600 долларов, и у меня было несколько зубов, которые полностью решили в одно и то же время решили просто с ума сойти, и я все сбережения потратила на зубы, я думала, куда еще может быть хуже, вот, но знаете, как говорится, когда все плохо, кажется, все плохо, прямо за этим приходит что-то хорошее тоже, и в тот момент я поняла, когда я уже писала о дневнике, я дневник пишу каждый день, каждое утро, и это по заданию книг, и если хотите, я, кстати говоря, могу сделать отдельное видео, как я вообще пришла в себя, как я занимаюсь своим личностным ростом, какие книги читаю, я могу сделать отдельное видео, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам это интересно, я могу отдельное видео сделать, и показать все мои книги, что я читала, что я писала, и побольше объяснить, чем я занималась, своей рутиной, в общем, что я говорила, что в тот момент казалось все так плохо, что я обращала действительно только на плохие вещи, что со мной происходило, я только фокусировалась на них, и только вот этим ходила, я болела, и зубы болели, точнее, мне кажется, я еще и так, просто так заболела, от стресса, можно сказать, и казалось все так плохо, все так плохо, и я только фокусировалась на этом, потом я поняла, что я могу это изменить, и я старалась позитивнее быть, более прийти в себя, потом уже хорошие вещи начали уже происходить, одна из хороших вещей, которое со мной произошло за эти два года, я наконец-таки, наконец-таки побыла в Кыргызстане, в моем любимом, как говорится, городе Бишкек, в моей любимой стране, моей мадрхуд, моей, можно сказать, Атамикен, в общем, я побыла наконец-то в Кыргызстане, за все, сколько лет я там не была, до этого, 6 лет не была, я побыла в Бишкеке, увиделась наконец-то с моим братишкой, которым я вообще не виделась, потому что ему визу не давали сюда, родителям давали, сёстрам давали, но братишки почему-то не давали, может, он из-за того, что он молодой, поэтому из-за этого я не смогла его видеть за эти все 6 лет, наконец-то увидела с ним, с родственниками, было так круто, хотя я там была только на 2 недели, знаете, 2 недели для Кыргызстана толщей мало, мне казалось, по крайней мере, так вот, и ещё много хороших вещей случились в моей работе, за всё это время, хоть и мне казалось мне плохо, я с ума схожу, я одинока, мне плохо, мне плохо, но я очень-очень сильно старалась на работе, я знала, что я всю энергию свою посвящала на работе, чтобы я действительно хотела, раз уж я живу в Майами, нужно трудиться, чтобы зарабатывать побольше денег, я решила полностью посвятить себе на работу, и действительно всё воплотилось хорошо, и мне сделали промоушен, меня повысили, я теперь менеджер в Сифоре, а не просто senior artist, я теперь являюсь менеджером в Сифоре, так что это очень big deal, можно сказать, и, конечно же, больше денег, несмотря, что это новый магазин, никто меня толком не знал, я перевелась с какой-то маленького города Пенсакола, и многие не знали, но заняло, конечно, год, чтобы им доказать, но я им доказала, я теперь менеджер в Сифоре. еще за это время я встретила столько хороших людей здесь, я узнала про испанскую культуру, именно, не столько испанскую, латинскую культуру, потому что здесь очень много людей из Южной Америки, столько стран, и все разговаривают здесь на испанском, моя близкая подружка Джазмин из Хондурас, из Хондурас, Кандурас, по-русски, она говорит красивый такой испанский, она меня очень вдохновляет учить испанский, у меня многие подруги разговаривают на испанском, для меня Майами это был новый шаг, новые приключения, новый мир, и действительно, я полюбила этот город за это время, и мне кажется, я обратно-обратно начала свести, вот, что еще со мной случилось? еще из-за хороших вещей со мной случилось за эти два года, кстати, это только недавно, Sephora компания объявила, можно сказать, кастинг блогеров, где они собирали, получается, блогеров в один сфуат, в одну команду, можно сказать, и они получаются, это хорошо вообще для блогеров, если ты имеешь контакты, как связи, как Sephora, потому что если тебя выбрали, то они тебе дают контент, имеется в виду оплачиваемый контент, они дают очень много контактов с другими брендами, чтобы ты работал именно впрямую с брендами, так что это очень хорошая вещь для блогеров, так что недавно меня взяли в группу, получается, в эту команду Squad, Sephora Squad, и только недавно я начала с ними работать, они так вдохновляют меня, просто мне кажется, это одна из причин, что меня подтолкнуло, что я обратно вернусь на YouTube, я смогу, а то я уже думала, все, я больше никогда не вернусь на YouTube, я не хочу, меня никто не любит, я себя, действительно, ребята, после всего, 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 вы не представляете, я как-то такое чувствую, что я потеряла себя, я уже чуть не чувствовала себя с собой, поэтому думала, как я вернусь на YouTube, так что я надеюсь, что вот такое видео вам даст такую картину, что со мной происходило, что, конечно, я не та Джамма, которая была раньше, но мне кажется, вы встретите теперь даже лучший Джамму, который upgraded, а Джамма 2.0 называется, как в играх, Джамма 2.0, да, 2.0 мы называем, это будет новая версия Джамкин Донатс с новыми, с новыми опытами, я чувствую себя очень опытной уже в этой жизни, потому что, мне кажется, я один из таких шагов прошла, что никому не пожелаю, но действительно я повзрослела с большой буквой П, повзрослела, и это даже хорошо, потому что будет контент здесь на YouTube еще интереснее, еще круче, так что я очень надеюсь. Простите, что я трогаю вещи на свои волосы, потому что у меня до сих пор, как говорится, комплексы, что волосы не так стоят, вы знаете, почему теперь. Если вы досмотрели видео до конца, до этого момента, я очень-очень горжусь с вами, ребята, я очень-очень благодарна, мне, для меня это очень важно, именно ваша поддержка, потому что возвращение на YouTube для меня это много чего значит, я хочу побольше работать здесь и побольше выставлять мои, можно сказать, мои творения, так что я очень надеюсь на вашу поддержку, пожалуйста, дайте знать, какие идеи видео вы хотите посмотреть, у меня, конечно, очень много идей, у меня целый список, во-первых, буду выставлять скоро про нескольких опытов, опыт, как я сделала губы, например, хотите узнать, или же опыт называется гипноз, у меня был опыт с гипнотизером, гипнотизер, не гипнотизер, это такое, как медитация, ты идешь, получается, в свои прошлые жизни, у меня есть такое видео, вот, у меня целый список есть, которые я сейчас хочу сделать, если вам интересно, пожалуйста, ставьте лайки, и я буду скоро выставлять их, спасибо огромное, что посмотрели видео до конца, я вас очень люблю, и очень скучала по вам, так что я очень рада, что это сделала видео, так что да, увидимся на следующем видео, ребята, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok